Переход на энергосберегающие лампы позволит Таджикистану сэкономить порядка 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Компания по отказу от ламп накаливания в республике началась после президентского указа. В мае 2009 года Мамадер Ахмон дал полугодовой срок на полный переход страны на люминец ценной лампы. И спустя год глава государства в своем очередном послании констатировал очеремляющий успех этой компании. Практика показывает, что если мы переходим к использованию энергосберегающих ламп, то можем сэкономить много энергии. Например, вместо одной 100-ваттной лампы использовать 2 12-ваттных или 3, суммарно получится 1006 ватт. И яркость освещения будет примерно такая же, как 100-ваттной лампой. Естественно, это полезно и для бюджета семьи, и для государства. Между тем, по происшествии двух лет после массового перехода на энергоэффективные лампы, выяснилась отрицательная сторона вопроса. Люминец ценные лампы очень токсичны, и это требует особой технологии по их утилизации. В марте 2011 года вышло постановление правительства под номером 97 теперь о мерах по организации системы транспортировки, хранения и утилизации ртуть, содержащих ламп. И в соответствии с этим постановлением, местные власти обязаны собирать лампы и принять нужные меры для утилизации их. Надзор за всем этим процессом возложен на Комитет по охране окружающей среды. Наша функция заключается в надзоре за процессом сбора и утилизации ламп. В свою очередь, работая по сбору люминесцентных ламп и их утилизацией, должны заниматься органы местного самоуправления в районах, городах и в джамаатах. А сейчас в государственном унитарном предприятии коммунальная служба утверждает, что в каждом районе организованы пункты приема штутт содержащих ламп, но их утилизация, по их словам, не входит в их компетенцию. Города республиканского значения, такие как Душанбе, Хаджен, Нурек, Рогун и Бустон, самостоятельно осуществляют процесс сбора и утилизации. Надо отметить, что во всей республике существует всего один цех, где проводится технологическая утилизация штутт содержащих ламп, и он находится на городской свалке Душанбе. Согласно правилам, все пункты, которые собирают энергозаберегающие лампы, должны сдавать материал в этот цех. Чтобы посмотреть на работу пунктов приема люминесцентных ламп, мы отправились на указанные в официальных источниках адреса. Мы выяснили, что все пункты в столице, а их четыре, закрыты и не работают уже в течение года. Ответственные лица рассказали, что этим вопросом в Душанбе занимается предприятие, которое производит такие лампы. Надо отметить, что в Таджикистане существует три фабрики по производству энергосберегающих ламп, и две из них расположены в Сахдинской области. В свою очередь, столичный производитель люминесцентных ламп заявил, что они не обязаны принимать лампы, и опять-таки возложил ответственность на коммунальные службы. Наши предприятия подчиняются непосредственно Душанбинской мерии. По договору наши клиенты могут сдать висшествие из строя лампы, которые у нас и покупали. Непосредственного приема люминесцентных ламп граждан не производится. Однако те пункты приема, которые открыты в районах столицы, сдают собранный материал нам, а мы потом передаем утил в цех, что в городской свалке. Тем временем в ряде источников мы узнали, что единственный в Таджикистане пункт приема и утилизации штуть содержащих ламп существует в Душанбинской свалке. Но когда мы поехали на этот объект, снова увидели неутещающую картину. Пункт уже больше года не работает. Сотрудники городской свалки заявили, что перестали принимать токсичные лампы. Причина – отсутствие места для хранения. Единственный вагончик, куда складировались принятые лампы, уже заполнен. Мы перерабатываем все неработоспособные энергосберегающие лампы. После утилизации передаем токсичные отходы для производства цемента. Но, к сожалению, из-за отсутствия специалиста наш цех не работает. Для решения вопроса мы обращались в Мирию. Там сказали, что решают вопрос. Эту цеху установили специалисты из Чувашской республики. И нам сейчас нужны электрики четвертой степени, чтобы заработал этот цех. Мы пригласили специалистов. Они должны прийти и обучать 10 наших электриков. Из сложившейся ситуации есть всего два выхода. Первый – выполнить правительственное постановление с одновременным усилением надзора за процессом утилизации. Второе – полный отказ от люминеценных ламп и переход к светодиодным лампам. Кстати, во всех трех фабриках нам заявили, что уже приступили к производству безвредных светодиодов.